Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Харли Квинн – бессменная обладательница премии «Лучший макияж», главная сподвижница Джокера и, пожалуй, единственная, кто действительно его любит и восхищается им. Само собой, по этой же причине девушка люто ненавидит Бэтмена и все, что с ним связано. Но когда-то она была совсем другой. Когда-то милая и очень смышленная девушка по имени Харлин Квинзель родилась в Бруклине и была старшей из четырех детей. Еще с детства героиня проявляла интерес к психиатрии, была отличной студенткой и гимнасткой и с отличием закончила школу, потому сразу получила работу в одном из госпиталей Готэма. Но главная сила героини, ее желание искать трудные случаи, в итоге и привела ее к провалу – работе с наиболее опасными психами в лечебнице Аркхем, где она решила использовать новый подход к больным, чтобы лучше их понять, и сама притворилась пациенткой. Само собой, Джокер раскрыл ее маскировку, чем восхитил доктора Квинзель, после чего завертелась история самой безумной любви комиксов на все времена. Первое появление Харли состоялось в 1992 году в мультсериале «Бэтмен», где она оказывала помощь Джокеру в его преступлениях. А дебют Харли на страницах комиксов произошел чуть позже – в 1993. Мисс Квинзель – девушка очень умная, и временами, когда чувства уходили, она прекрасно понимала, что жизнь вместе с Джокером – это не жизнь, и не раз пыталась начать все сначала. Но на ее беду Джокер также прекрасно разбирался в психологии, и внедрил ей свое видение мира настолько, что преступное мышление каждый раз побеждает, и она снова перевоплощается в Харли Квинн и продолжает свои преступные деяния. Как эпизодический злодей, Харли также появляется в мультсериалах «Лиги справедливости», «Бэтмен» и «Молодая справедливость». Персонаж также дебютировал в таких сериалах, как «Стрела» и «Хищные птицы». В последней девушка пытается восстановить империю Джокера, действуя за кулисами, манипулируя другими злодеями и натравливая их на своих противников. Преступные приключения Харли также можно отследить в анимационных фильмах «Бэтмен» будущего возвращения Джокера, «Лига справедливости. Парадокс. Источника конфликта» и «Лига справедливости. Кризис двух миров», где действия происходят в параллельном измерении. Однако судьба вновь и вновь сводит ее с любовью всей жизни. Одно из главных ее появлений состоялось в анимационном фильме «Бэтмен. Нападение на Аркхем», где она была одной из главных персонажей и участником отряда самоубийц. Стоит отметить также и об одноименном комиксе Харли, который полностью посвящен ее похождениям. Несмотря на то, что у Харли нет прирожденных сверхспособностей, у нее есть временные способности, которые она получила после того, как Джокер скинул ее в чан с химикатами. Как и Джокер, Харли имеет иммунитет ко всем токсинам, само собой после того же прыжка ласточкой в чан с ядом, а также привиты с самого детства изумительные навыки гимнастки, отточенный многолетним стажем аналитический ум психолога, а также недюжинная сила. Однажды эта дама заблокировала удар «Бэтмена» одним движением раскрытой ладони. Последнее появление героини состоялось в полнометражном фильме студии Warner Bros. под названием «Отряд самоубийц». И подробно на нем останавливаться нет никакого смысла. Госпожа Марго Робби и ее героиня не сходят с экранов устройств, куда бы вы ни пошли. И делает это заслуженно. Если вам понравилось это видео, вы сделаете очень доброе дело, поддержав наш проект всего одним нажатием на сердечко. А уж если подпишетесь, то мы и вовсе засыпем вас настоящей горой отменных видеороликов по всеми нами любимой теме. Ставь лайк, если хотел бы сольный фильм о Харли Квинн. Также можешь посмотреть видео о Катане или Дьявло. И не забудь подписаться на наш канал, ведь впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok